Есть мнение о том, что украинские игроки при отъезде легионеров станут получать больше времени, будут раскрываться. Да, скорее всего, это правда. Скорее всего, уже в этом чемпионате появятся новые лица украинские, которые в предыдущей версии чемпионата не могли появиться никак за спинами легионеров. Но что касается развития украинского баскетбола, мы просто возвращаемся туда, где мы уже были. Мы возвращаемся в 2002 год, когда у нас играли украинские игроки. Но при этом сборная наша, опять же, не блистала совершенно тогда. То есть мы выходили на Евробаскет периодически. И сказать, что с приходом легионеров у нас упал уровень украинских игроков по сравнению с тем, что у нас было 15 лет назад, 10 лет назад, нельзя сказать. То, что говорят, что нам не нужны американцы, дайте нам украинских парней. Но на самом деле это миф, это неправда. Людям нужен зрелищный баскетбол. Неважно, кто его делает, украинцы его делают или американцы его делают. Но так уж повелось, что тренерская школа Украины, школа украинского баскетбола, она практически не дает зрелищных украинских игроков. И мы берем качественных исполнителей из-за рубежа. Сейчас, когда этого не будет, у нас останутся украинские ребята. Да, они могут брать свое азартом, зрелищным, не зрелищем, а каким-то напором, целеустремленностью. Но это не подменяет зрелища. То есть и статистика, которая сегодня есть, которая была вот еще весной, когда разъехались легионеры из практически всех клубов Суперлиги, почти всех. Да, и статистика посещаемости, она упала. И это понятно тоже почему. Дело не только в том, что некоторые клубы сбавили обороты, упали в турнирные таблицы. Дело не только в этом, дело и в самом качестве баскетбола. К сожалению, сегодня основная масса клубов, она не предоставляет какой-то качественный продукт на площадке. Она вообще не предоставляет качественный продукт на площадке, она не предоставляет качественный продукт за пределами площадки. качественного продукта нету на сегодняшний день.